Вне закона в Бобруйске задержаны братья-наркокурьеры. Изъято более 3 килограмм 700 грамм различных видов особо опасных психотропных веществ. Сколько им светит? Пан или пропал МЧС напоминает об опасности выжигания сухой растительности. Основной причиной таких возгораний является человеческий фактор. Какова цена беспечности? Пьяный руль в Могилеве водитель Порше Панамера насмерть сбил пешехода. Следственным управлением ОСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело. Шофер еле держался на ногах. Алкоголь или усталость? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Не за это сражались наши деды. В Бобруйске задержана группа молодых людей, которая продвигала идеи экстремизма, нацизма и ненацизма через соцсети и телеграм-каналы. Спойлер. Среди них несовершеннолетние. Кто-то подумает, что это баловство, юношеский максимализм или протест против правил. Но у дозволенного есть рамки. Те, кто нарушил границы, отвечают по всей строгости закона. Ты на твои. Ты на твои. Я с вами. Лайк с вами собралась. Профиль. Зигай. Ты на твои. Я с вами. Это не кадры из жестокого фильма, о реалии бобруйских подростков. Тех, кто борется с так называемыми отбросами общества. Представителями неславянской внешности и теми, кто по субъективным меркам не вышел лицом или действием. Толпа малолеток, среди которых немало девочек, ведет чужака в укромное место. Вершится Масуд. Слышь на колени. На колени. На колени. Я извиняюсь перед Александром и Вадимом за свои слова. Говори, я тупая обезьяна. Говори, я тупая обезьяна. Говори. Группа школьников – участники неонацистского телеграм-канала. Свастика, зигывание и гитлеровское приветствие им вовсе не кажутся чем-то бесчеловечным и чуждым. Напротив, как будто победы над фашистской Германией и не бывало, словно та война не унесла каждого третьего. Повернись ко мне. Покажи привет. Вот такой вот привет. Классный. Красавец. Голос за кадром – один из администраторов того самого телеграм-канала. Последователь и ярый поклонник русского скинхеда неонациста Максима Марцинкевича, более известного как «Тесак». Создателя запрещенных экстремистских организаций и автора проекта «Окупай педофиляй» подростки называют своим идейным вдохновителем. Контент телеграм-канала не для слабонервных. Школьники шутят над жестокостью и обсуждают, где взять оружие. А это уже тот самый главный антигерой ролика, что зачитывает приговор на самосуде. Только вот там, за гаражами, в кругу своих, он гораздо смелее, чем на допросе. Нет больше неуверенности, ни единомышленников. Начат административный процесс. Дети в панике, родители в ужасе. Фамилия? Фамилия? Березкин Артем Александрович. Я Березкин Артем Александрович, 10-го, 05-го, 2004-го года рождения, уреженец города Багрузка. Создал три группы в телеграме, где постил неонацистские фото и фото батальона Азов. Также создал ТикТок, где пропагандировал действия украинских военных, где они расправлялись над российскими военными. Затуманенный рассудок, извращенное сознание или очередной ход западных спецслужб. Попытки дестабилизировать ситуацию в 2020-м оказываются тщетными. Те, кто поддаются влиянию, отвечают по всей строгости закона. Теперь же манипуляторы действуют через психологически незрелых. Иначе как объяснить сомнительный авторитет покончившего собой неонациста? Взять даже последнее модное течение ЧВК Рёден. Сегодня подростки просто одеваются, как преступная группировка из японской мультипликации, завтра соответствуют ей по всем параметрам. Решают вопросы с помощью кулаков и объявляют войну радикальным фанатам, скинхедам и мигрантам. Что касается участников нацистских и экстремистских телеграм-каналов, все они задержаны. С ними сейчас работают инспекторы по делам несовершеннолетних. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены и родители. Впрочем, некоторые уже сделали переоценку ценности и встали на путь исправления. В прошлой жизни я придерживался нацистских взглядов, распространял нацистскую символику. И сейчас я понял, как глубоко я ошибался. Я приехал в город Минск, чтобы прикоснуться к прошлому. Этот памятник сделали в честь советских солдат, которые воевали против фашистов. Молодое поколение не должны допустить, чтобы коричневая чума вновь втупила на белорусские земли. Я был привлечен к административной ответственности за распространение нацистской символики. Сейчас я понял, что был неправ. Поэтому решил искупить вину и отдать дань памяти своим дедам и прадедам, которые воевали с нацистами. Противоправными действиями больше заниматься не буду. Своих сверстников призываю поступить так же. Героизация нацизма, подмена понятий и переписывание истории – это точно не про белорусов. Подвигу народа жить в веках. За все рано или поздно приходится платить. В стране перекрыт крупный международный канал наркотрафика. Изъято почти 6 килограмм наркотика. В поле зрения оперативников попал 38-летний житель столицы, оптовый курьер и администратор интернет-магазина. Мужчину задержали с поличным. В квартире и в закладках по Минску обнаружено свыше 700 грамм амфетамина. После стали известны координаты тайника в России. Из него дилер планировал забрать свыше 4,5 килограмм дурмана для продажи в Беларуси. Еще один курьер 32-летним мечанин был задержан в тот момент, когда направлялся раскладывать очередную партию психотропа. При себе у него было обнаружено 300 граммов амфетамина. Позже в лесном массиве Минской области в момент раскладки психотропов оперативники задержали третьего курьера. В его закладках обнаружено более 120 грамм амфетамина, столько же мефедрона и еще 30 гашиша. Возбуждено уголовное дело. Тема та же. Действующие лица другие. В Бобруйске задержаны братья-наркокурьеры. С декабря прошлого года родственники работали на интернет-наркшоп. Товар получали оптовыми партиями. Затем в съемной квартире фасовали и раскладывали по тайникам в разных городах Могилевской области. Изъято более 3 килограмм 700 грамм различных видов особо опасных психотропных веществ. Фигуранты задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, совершенное организованной группой. Дилерам грозит до 20 лет лишения свободы. При этом средний срок работы рядового закладчика на наркомаркет не превышает одного месяца. Этанол внутри, адреналин в крови. Пьяный водитель на Порше насмерть сбил пешехода. Около 11 вечера в Могилеве на перекрестке проспекта Мира и Космонавтов экипаж ДПС подал требования о постановке водителю Порше Панамера, которую он проигнорировал. Спустя несколько километров преследования мужчина не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил 30-летнего могилевчанина. Нарушителем оказался 28-летний житель Могилевского района. Установлено, что на момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан. Следственным управлением ОСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело. Соблюдение правил безопасности в действии. В ДТП под Бобруйском ремень помог избежать серьезных травм. На 28-м километре трассы Бобруйск-Мозырь 40-летний водитель больше груза не справился с управлением и выскочил на встречку, где столкнулся с Ладой, которая от удара оказалась в кювете. Лишь благодаря пристегнутому ремню безопасности 30-летний водитель встречной машины оделся лишь царапинами и ссадинами. Запах гари и столб дыма МЧС напоминает об опасности выжигания сухой растительности. Весна только вступила в свои права, а огнеборцы уже ликвидировали первое возгорание. Пал опасен не только для природы, но и для людей. В апреле прошлого года два пенсионера погибли. Наводили порядок в дворе. Всего в 2022-м было зафиксировано 101 возгорание растительности, 39 в городе и 62 в районе. Спасатели напоминают, что основной причиной таких возгораний является человеческий фактор. Это незатушенная сигарета, брошенная спичка, детская шалость с огнем, либо умышленное выжигание сухой растительности. Работники МЧС призывают быть осторожными и бдительными, и беречь природу. Выжигание сухой растительности строго запрещено в любое время года. За нарушение грозит штраф до 1110 рублей. Это была «Сирена», ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Ариянс, увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!